Чистота и порядок для жителей этого дома всегда на первом месте. Своими силами они создают уют на прилегающей территории, высаживают цветы, ставят ограждение и стараются поддерживать звание образцового дома. В прошлом году по инициативе жильцов во внутреннем дворике многоэтажки появилась обустроенная детская площадка. С аттракционами помогли шефы. Но уже почти два года всю эту красоту портят кучи строительного мусора, находящиеся по соседству. Тревогу жители забили давно, даже предлагали свою помощь. Представители общественности просили дать им адреса и номера телефонов подрядчиков, которые вели строительство по улице Макаренко. Но информация в совет микрорайона не была предоставлена. Всевозможные инстанции уже обзвонили, говорит Елена Зибикова. Началось все еще два года назад со сноса гаражей. Сначала осталась часть обломков, затем начался ремонт дороги и тротуаров. И складирование на этом месте строительного мусора стало привычкой. Три-четыре КАМАЗа где-то, точно я не помню уже, были привезены с улицы 60 лет в ЛКСМ. То есть здесь устроена просто свалка мусора. И это все бросили. А нам с этим жить. Поэтому мы очень просим главу центрального района, Сергея Владимировича Павленко, чтобы нам посодействовали, помогли убрать этот мусор. И помощь пришла. Как раз во время съемки сюжета на площадку заехала техника. По словам рабочих, чтобы вывезти эти горы из строительного мусора понадобится около десятка КАМАЗов. На всю уборку уйдет неделя. Жители в свою очередь надеются, что уже на Пасху дорога к храму Андрея Первозванного будет чистой и благоустроенной. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.